Пиксельное отрашивание волос. Как быстро сменить имидж и освежить образ? Цена в салоне и при домашнем использовании цены на пиксель-арт зависят от уровня салона, предоставляющего данный вид услуги и выбранной области покраски. Пиксельное отрашивание челки может стоить совсем недорого, не более 800 рублей. Окрашивание коротких прядей этой техникой стоит около 2000 рублей. Средняя длина в зависимости от зоны покраски обойдется примерно 2800 рублей. А за покраску длинных волос нужно будет заплатить около 3000 рублей. В домашних условиях цена зависит от стоимости краски и дополнительных материалов, которые нужны для окрашивания. Особенности для разной длины волос. Креативное воздействие на пряди можно делать на любую длину волос. На коротких прическах эффектно смотрится выделение с симметричных прядей или геометрический рисунок на затылочной части головы. На среднюю или длинную длину пряди стилисты наносят рисунок по прямым волосам в области плеч или лопаток. Ограничений при использовании техники никаких нет. В жизнь можно воплотить самые смелые идеи и пожелания. Какие материалы понадобятся в домашних условиях сделать качественный пиксель-арт совсем непросто, но при наличии определенных навыков осуществить его возможно. Для этого понадобятся следующие материалы. Раствор осветлитель, заколки для ненужных в работе прядей, стойкая краска с желаемым оттенком. Кисть для нанесения краски, небольшая пластиковая расческа, прозрачная пленка для укутывания головы. После нанесения краски специальная бумага для окрашивания волос. Рекомендуем прочесть, что может потребоваться для домашнего окрашивания, как правильно красить волосы дома. Техника окрашивания При желании попробовать технику пиксель-арт в домашних условиях не стоит начинать покраску большой зоны на голове. Можно начать с небольшого участка, который находится перед глазами, с челки. Профессиональная техника включает в себя следующие этапы. Тщательное выпрямление прядей и отделение верхнего слоя челки, который будет подвержен воздействию. Закрепить эту часть челки небольшой заколкой. Под выделенную часть волос, которая находится под частью челки, с кулотой заколкой, положить пленку и разделить прядь на две части. На каждую прядь при помощи осветлителя наносится геометрический рисунок таким образом, чтобы одна фигура находилась немного выше другой. Сверху на обработанный осветлителем пряди кладется кусок пленки таким образом, чтобы не произошло смещение наложенного рисунка. Нанести геометрические фигуры на часть челки, которая изначально была с кулотой заколкой. Перед нанесением рисунков поделить эту часть волос на две части. Квадраты, нанесенные осветлителем на этом этапе, должны находиться под или над теми, что были нанесены ранее. Когда нанесенные фигуры обесцветятся, на них нужно нанести краску и выкрасить их в желаемый цвет. После того, как подействует краска, ее нужно аккуратно смыть, волосы высушить и уложить при помощи фена. Пиксельное воздействие на волосы покорило немало женских сердцец, обладательницы которых ценят яркую индивидуальность и умеют выделиться. Из толпы, благодаря умело созданному образу. Необычные цветные пряди, привлекающие к себе внимание, вот уже несколько лет по праву считают настоящим геометрическим чудом, которое может быть доступно каждому, стоит лишь захотеть применить на себе этот креативный метод окрашивания волос. Важные советы по выбору оттенка и цвета волос. Кому идет черный цвет? Идеи красивого окрашивания для брюнеток. Особенности окрашивания светлых волос. Идеальный цвет волос для голубых глаз. Какой цвет выбрать девушкам? С зелеными глазами удачные оттенки и сочетание для карих глаз. Какие оттенки называют холодными? Полезное видео пиксельное окрашивание. Что такое модная техника необычного воздействия на волосы основана на покраске локонов слоями? Прическа создается при помощи нанесения на пряди определенного геометрического рисунка и использования своеобразного сочетания цветных локонов. Важную роль при создании подобных экспериментов искусных мастеров играет не только четкий рисунок, который создается стилистам в процессе работы, но и применение достаточно ярких контрастных цветов при создании нового образа. Кому подходит данное окрашивание при желании быстро сменить надоевший имидж или немного освежить имеющийся образ, нет необходимости полностью перекрашивать свои волосы. Нужно просто изменить тон отдельных прядей и сделать новую асимметричную стрижку. Но по мнению большинства практикующих стилистов пиксельное окрашивание подходит далеко не для каждого типа волос. Кому не стоит использовать эту креативную технику для создания новой прически, обладательницам вьющихся локонов и девушкам после хим. Завивки. Пиксель-арт эффектно смотрится только на прямых гладких и хорошо ложенных прядях. Мелкие кудряшки и крупные локоны не позволяют подчеркнуть геометрический рисунок, нанесенный на прическу. Девушкам, которые не посещают стилиста регулярно, пиксельное окрашивание требует поддержания созданного образа при его нанесении и советуют посещать парикмахера не реже одного раза. В месяц иначе рисунок утратит свою симметричность и исказит первоначальной формы. Представительницам прекрасного пола, которые вынуждены проводить много времени с непокрытой головой на улице при непогоде и сильных ветрах. Даже при небольших изменениях положения волос эффектность пиксельного окрашивания может быть утрачена. Что касается цвета волос девушки, желающей попробовать новую технику для создания необычной прически, то здесь нет никаких предпочтений. Пиксельное окрашивание может очень эффектно освежить образ как жгучей брюнетки, так и пепельно-русой блонзинки или ярко-рыжей красавицы. Плюсы и минусы окрашивания к очевидным плюсам нового способа воздействия на волосы относят тот факт, что чаще всего пряди оттеняются не по всей длине, таким образом полностью сохраняя свою природную структуру. Чтобы изменить образ, иногда достаточно сделать легкое пиксельное окрашивание челки или затылочной части прически, тем самым большая часть волос будет не затронута при воздействии краски. Пиксельное окрашивание позволяет при минимальных усилиях подчеркнуть созданный образ и при этом быть уверенным, что среди множества представительниц прекрасного пола не будет ни одной девушки с такой же прической. Выбрав такой тип окрашивания, можно использовать самые смелые оттенки любые формы рисунка для нанесения новых оттенков на голове. А вероятность их повторения бывает крайне мала. Помимо явных преимуществ новой техники, специалисты выделяют несколько недостатков такого окрашивания прядей. К ним относят сложность создания красивого пиксельного окрашивания в домашних условиях и необходимость посещения салонов красоты. Четкий рисунок бывает заметным только на идеально чистых и уложенных прядях, пребывание на сильном ветру может быстро испортить наведенную в салоне красоту. Пиксельное окрашивание сложно сохранить на волосах долгое время, любая краска постепенно смывается при регулярном мытье волос. Особенности для разной длины волос. Креативное воздействие на пряди можно делать на любую длину волос. На коротких прическах эффектно смотрится выделение с симметричных прядей или геометрический рисунок на затылочной части головы. На среднюю или длинную длину пряди стилисты наносят рисунок по прямым волосам в области плеч или лопаток. Ограничений при использовании техники никаких нет. В жизнь можно воплотить самые смелые идеи и пожелания. Какие материалы понадобятся? В домашних условиях сделать качественный пиксель арт совсем непросто, но при наличии определенных навыков осуществить его возможно. Для этого понадобятся следующие материалы. Раствор осветлитель. Заколки для ненужных в работе прядей. Стойкая краска. С желаемым оттенком. Кисть для нанесения краски. Небольшая пластиковая расческа. Прозрачная пленка для укутывания головы. После нанесения краски специальная бумага для окрашивания волос. Рекомендуем прочесть, что может потребоваться для домашнего окрашивания, как правильно красить волосы дома. Техника окрашивания. При желании попробовать технику пиксель арт в домашних условиях не стоит начинать покраску большой зоны на голове. Можно начать с небольшого участка, который находится перед глазами, с челки. Профессиональная техника включает в себя следующие этапы. Тщательное выпрямление прядей и отделение верхнего слоя челки, который будет подвержен воздействию. Закрепить эту часть челки небольшой заколкой. Под выделенную часть волос, которая находится под частью челки, с кулатой заколкой положить пленку и разделить прядь на две части. На каждую прядь при помощи осветлителя наносится геометрический рисунок таким образом, чтобы одна фигура находилась немного выше другой. Сверху на обработанный осветлителем пряди кладется кусок пленки таким образом, чтобы не произошло смещение наложенного рисунка. Нанести геометрические фигуры на часть челки, которая изначально была с кулатой заколкой. Перед нанесением рисунков поделить эту часть волос на две части. Квадраты, нанесенные осветлителем на этом этапе, должны находиться под или над теми, что были нанесены ранее. Когда нанесенные фигуры обесцветятся, на них нужно нанести краску и выкрасить их в желаемый цвет. После того, как подействует краска, ее нужно аккуратно смыть, волосы высушить и уложить при помощи фена. Пиксельное воздействие на волосы покорило немало женских сердцец, обладательницы которых ценят яркую индивидуальность и умеют выделиться из толпы. Благодаря умело созданному образу, необычные цветные пряди, привлекающие к себе внимание, вот уже несколько лет по праву считают настоящим геометрическим чудом, которое может быть доступно каждому, стоит лишь захотеть применить на себе этот креативный метод окрашивания волос. Важные советы по выбору оттенка и цвета волос Кому идет черный цвет Идеи красивого окрашивания для брюнеток Особенности окрашивания светлых волос Идеальный цвет волос для голубых глаз Какой цвет выбрать девушкам Зелеными глазами Удачные оттенки и сочетание для корих глаз Какие оттенки называют холодными Полезные видео Пиксельное окрашивание волос Пиксельное окрашивание Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok